Всем приветики! Второй выходной, Лена выспалась ха-ха, Коля на работе ушел рано, я что-то сегодня слышала, как он собирался, что-то у него падало, он что-то бурчал себе под нос. Да, человек любит поговорить сам с собой. У Лорика сегодня день рождения, я уже задумала, что ее купить на подарок, но опять же могу пойти, передумать и купить что-то другое. Но это будет немного позже, потом Надюшка с канала Жизнь с Надеждой передала мне эстафету, надо рассказать, вернее рассказать видео, ну да, все правильно, свои советы людям какого-либо возраста. Она снимала в видео советы 20-летним, я, наверное, расскажу свои советы 30-летним, но это не будут советы, которые надо... Здравствуйте, товарищ Голубь, привет! Это, конечно, советы, просто советы, их не надо придерживаться, это лично моя точка зрения. Ну, раз был вопрос, будет и ответ. Сейчас хожу кумекаю, вон у меня бумажка, карандаш, набрасываю то, что я хотела бы рассказать. Кстати, лампочку надо купить, вот, это может завтра поеду Ларису поздравлять и куплю лампочку. У Ларисы сегодня день рождения, она сегодня выходная, завтра она работает, после работы заеду, подарю ей подарок. Да, еще по плану у меня сегодня отправить посылку директору, президенту, короче, самому главному начальнику Крыма и его семье. Я уже практически собрала, когда соберу полностью, все сложу и вам, конечно же, покажу. Я сейчас еду в ленту и ради интереса так быстренько пролистала, просмотрела несколько видео, советы 30-летним. Мне было так смешно, они как под копирку, слизаны друг с друга, даже фразы и словечки одни и те же. И каждый, который снимает это видео, говорит, это мои советы, это мои выводы. Где-нибудь нашли кто-то статью в интернете и давай друг друга копировать. Я так не хочу, просто ради интереса это было посмотрено. Но мои советы тоже не знаю, кому-то подойдут, кому-то не подойдут. У каждого своя голова, у каждого своя жизнь и, как говорится, своей мозги не вставишь. Слушать или прислушиваться это дело каждого. Но я люблю советы, иногда прислушиваюсь, но иногда поступаю по-своему, это уже в зависимости от ситуации. Ну, допустим, начнем с первого совета. Если у вас уже в 30-летнем возрасте есть материальное такое стабильное положение, и у вас есть выбор, купить машину или подкопить и купить квартиру. Конечно же, я бы посоветовала подкопить и купить квартиру. Даже если вы сейчас живете с мамой, с папой. Вот, у вас есть здесь жить, и вы хотите иметь машину хорошую. Не знаю, что будет впереди, не знаю, что будет завтра. Может, завтра вы встретите свою вторую половинку, у которой не будет жилья. Это даже касается и мужского пола, и женского. И вам захочется жить вместе. Но в машине же вы жить не будете, не будете. Буксуем, малеха, проедем выше. Вот, поэтому, если есть выбор, купить квартиру или машину, вернее, подкопить и купить квартиру, то я бы советовала купить квартиру. Поехали, ура! Тык! Совет номер два. У меня бумажка с собой, кстати, чтобы не забыть. Относитесь с уважением к своим родителям, если они, конечно, у вас есть. Есть люди-сироты, но, к счастью, таких мало. Вот, если у вас есть родители, относитесь к ним с уважением. Не требуйте от них ничего абсолютно. Если они посчитают нужным, они вам это дадут. Не надо на них наезжать. Мне нужна машина, мне нужна квартира, мне нужна там новая тряпка. Нет, не надо этого делать никогда. Родители сами вправе давать вам что-то или нет. Они вас воспитали, подняли на ноги. Вот, 30 лет, это уже взрослый человек, хоть женщина, хоть мужчина, там, ну, девушка, ладно, пускай молодая девушка, молодой мужчина, неважно. Вот, не требуйте от родителей ничего. Это очень стыдно, это очень плохо. Стремитесь сами к чему-то хотя бы. Я понимаю, что не у всех есть возможность на нормальной работе работать. Ну, нет, значит, нет. Ну, пока живите так, как есть. Ну, с родителей что-то требовать, тем более, когда у родителей у самих-то ничего нет. Там, допустим, маленькая зарплата или там уже кто-то бывает и на пенсии родители. И вот дети, давай наезжать, ты мне должен, ты мне должен. Они вам уже ничего не должны. Все, что были должны, они сделали раньше. Теперь вы уже взрослый человек, стоите на ногах. И как у вас живется, так и живется. Я когда приехала с Украины в Мурманск, вы не представляете, как мы жили с Андрюхой. Мы, значит, сначала пожили у родителей, у мамы с папой. Потом я решила, что я все-таки взрослая. И мы должны жить отдельно. Я работала, получала мало. Я снимала квартиру. На питание оставались просто копейки, жалкие крохи. Я зашивала Андрюхе ботинки и клеила их, чтобы они не протекали. У нас не было вообще практически денег ни на что. Жили от зарплаты до зарплаты, перебивались с копейки на копейку. И это продолжалось. 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 Не один год. Вот. Но мы жили отдельно. Мы жили самостоятельно. Так что не всегда у нас было хорошее материальное положение. Я не считаю, что оно и сейчас у нас хорошее. Но сейчас оно у нас, по крайней мере, нормальное, стабильное. До этого мы жили в проголодь. Можно так сказать. Ну, Андрюху, конечно, я кормила нормально, но куда вот, то туда, то сюда, блин, сам не знаешь, куда тебе надо. Вот. Для него все покупалось. Ну, по возможности. Там никаких там крутых еды, никакой крутой не было. Но ребенка я кормила хорошо. Себя же могла то поем, то не поем. Супчики-голубчики. Я их люблю. Вот. Вот. Морозилка у нас была пустая. Морозилки вообще никогда ничего не было. Практически там запасы. Что купили, то и съели. Ну, вот. Приходила к маме с папой. Они нас, конечно, угощали, подкармливали. Вот. Ну, жили мы за свои средства. Ну, и потихоньку, потихоньку выкарабкались. Вот. Опять же, следующий совет. Развивайтесь. Если вы в этом возрасте еще 30 лет, до 30, до 40, мало ли, развивайтесь. Получайте какие-то новые навыки, новые специальности. Проходите курсы, все прочее. Мне спасибо, папа заплатил за курсы компьютерные. Я тогда научилась. Бухгалтерский учет курсы прошла. Тут же таблицы все эти, Word, Excel, все эти программы. Вот. Тогда, когда было плохое материальное положение, папа все равно помогал мне развиваться. И благодаря этому я много узнала. Я даже по объявлению брала некоторые работы. Вот такие несложные бухгалтерские работы. И какую-то лишнюю копеечку я получала. Поэтому развивайтесь, проходите курсы. Если есть желание, еще одно образование и возможность получить. Это было вообще здорово. Поэтому вот еще один мой совет. Развиваться. Потом, в этом возрасте, 30 лет, еще вы все красивые, кожа гладкая, молоденькие. Все хорошие. Также взять Надюшку с канала «Жизнь надежды», который меня это видео подвигнуло снимать. Она ухаживает за своим лицом. У нее постоянно вот эти вот масочки. Неважно, что вы еще молодые, хорошо выглядите, красивые, кожа свежая. Уже в этом возрасте надо заниматься собой. Надо заниматься своей фигурой. Опять же возьмем ту же Надежду, Наденьку. Вот. Поправиться легко, похудеть сложно. Знаю по себе. Я тоже все хочу похудеть. Все стараюсь, но у меня почему-то никак не получается. Я поправилась. Когда сломала ногу, я не помню, сколько это лет уже прошло. Вот. Надо посмотреть по своим там записям, книжкам. Я в тот момент курила. И я бросила курить, и я начала есть. Я заедала вот это вот. Надо будет когда-нибудь снять вам видео, рассказать, как я бросила курить. Вот. Я начала трескать. Я поправилась. Вот. Потом что-то у меня немножко получилось. Я похудела. Но вернуться в ту норму, как я была на тот момент, я не вернулась. У меня не получается. Поэтому вот такой совет в этом возрасте. Если вы чувствуете, что вы поправляетесь и думаете, что вы похудеете. Ничего подобного. Поправиться легко. Я думала, да ладно, ничего, поправлюсь. А потом все, схудну и все будет хорошо. Угу. Сейчас. Ничегошеньки. У тебя повороти, что ли, не работают? Я не могу. Ну как они так ездят без всяких опознавательных знаков? Так. Что еще? Сейчас припаркуюсь. Так. Это я все рассказала. Взяла бумажку, да. И последний совет, который мне пришел в голову. Я сильно много не думала, что пришло в голову, то и рассказываю. И последний, значит, совет. Если у вас есть муж на этот момент, жена или просто друг, подруга, вторая половинка, берегите друг друга. Берегите. Потому что если вы думаете, что да, ладно, там расстанемся, найду другого, пятого, десятого или другую. Нет, ничего подобного. Если вам, допустим, там 20, 20 с хвостиком, ну до 30 лет, еще проще найти себе друга, вторую половину. Но после 30 лет все нормальные люди, ну не все, большинство нормальных, либо замужем, либо женаты, либо имеют вторую половину. То есть всех нормальных уже, скажем так, расхватали. Остались те, которые либо разведены по какой-то причине чаще всего, там, или обижают друг друга, или там алкоголь, или наркотики, или какая-нибудь ерунда. То есть если люди нормальные, семейные, хорошие, там, добропорядочные, их уже давно расхватали, и вторая половинка за них держится и никуда не отпускает. Поэтому если есть у вас вторая половинка, и вы хотите там или навредить, или отомстить, или расстаться типа на время, найду, уйду, но вы друг друга любите, не надо поступать так. Так, лучше живите, лучше беритесь, потому что, если этот человек, ваша половинка хорошая, то лучше вы уже точно не найдете. Ну не точно, ну на 90%, я думаю, это так. Вот все, мои советы исчерпаны. Я пошла в магазин, не надо на меня смотреть, мальчик с хвостиком. Вот, смотри на тех, которые помоложе, я тебе не подхожу. Ну все, все рассказала, пошлепала. Я уже дома, покушманила, и сейчас буду собирать посылку. На дно пошли вкусняшки. Какой Новый год без сладостей? Затем вот эти вот тетрадочки, это для школьника, у них в семье есть школьник, мальчишка. Так, потом для хозяйства купила вот такой вот набор контейнеров. Я это дело люблю, и думаю, любой хозяйке это все понадобится. Затем вот такая вот котейка, это светильник, классно светится. Можно от компьютера, можно от ноутбука, можно зарядник, обычный, от телефона сюда вставлять, и будет светиться. Так, пока показываю, потом буду укладывать, включаться, выключаться. Бенгальские огни, вот такие вот, которые я лесечке посылала, тоже можно на елочку, можно оформлять подарочки. Кофе растворимый, какао, какао, какао. Потом три в одном, вот эти вот длинные пакетички, длинные они или квадратные, ну не важно. Затем в детворе воздушные зерна кукурузы. Так. Магнитик символ года. Димкини Виамэн. Дезодорант. И где-то тут Ольчику. Вот, нашла. Вот это для Оли. Ладно, сейчас сложу, потом дальше покажу. Дальше у меня идет тарелка символ года, полотенечко новогоднее, еще вот такие вот вкусняшки. Потом у Димы семья большая, поэтому кружка-жилет для Димчика. И две кружки для его большой семьи. Вот такая кружечка и вот такая кружечка. Для Ольчика туалетная вода. Затем вот такие вот шарики. Все как я люблю, блестящее. Потом, никогда не лишним, тоже купила сейчас ленте, антибактериальные, гигиенические, влажные салфетки. Это все всегда актуально. Затем мне про эти носочки писали. Я покупала и мне написали, что вот эти вот катышки, они отлетают. Но я вчера уже пробовала, пробовала, даже дергала. Не знаю, может быть кому-то попались плохие носочки, плохого качества. Но я одни носочки все-таки у Оли положила. Затем вот такая вот штучка под чай. Ну просто чайный пакетик положить. На столе будет красиво и хорошо. Потом такая вот коробка складная. Очень удобно она складывается. И получается вот такой вот сундучок. Можно в ней что угодно хранить. Еще вот такие вот набор контейнеров. Написано, что для детских продуктов. Ну какая разница, для каких продуктов. Мне, допустим, такие очень нравятся. Соус, что угодно. Налил сюда, остатки еды положил. Маленькие, удобные, поставил в холодильник. Затем тут немножко украшения. Что-то Ольчику, что-то дочке. Сами разберутся. Вот такой вот браслетик со слоном. Подвесочка. Часики. Вот, часики надо выставлять. Я думаю, разберутся. Тут надо зажимать. Это я для Димы говорю. Или для того, кто будет делать зажимаешь. Моргает одна цифра, другая. Находишь то, что тебе надо. И часики можно выставить. Детвора разберутся, если что. Вот, вот такие вот сережки. Вот такая вот подвесочка. Это все бижутерия. Тоже вот бижутерия. Потом пусеты разных цветов. Под разную одежду. Очень красиво. Вот. И для Ольчика. Или дочке она даст. Не знаю кому. Вот такие вот часики. Ну и все. Сверху у меня пошла подуха. Символ года. И еще конфетки трюфель. Все. Сейчас подписываю. И погнала на почту. Кстати, Ларисия подарок купила. Но покажу в завтрашнем видео. Завтра я буду дарить. И с утра спокойненько вам все покажу. Я уже иду с почты. Так интересно. Лесина посылка была по-моему 8400. Димчику отправила 8150. Вот когда посылка была 8400. Я несколько раз останавливалась. Два раза. И возле заборчика отдыхала. Потому что было тяжело. Посылку 8150. Я донесла без всяких перекуров. Без всякого отдыха. Кстати, на этом заборчике я отдыхала. С лесиной посылочкой. И еще на другом. И очень странно. На 250 грамм посылка легче. Или я тогда плохо поела. Или у меня было мало сил. Сегодня много. Но я думала, что эта посылка полегче той. А оказывается, это не так. В Крым, кстати, долго будет идти посылка. Сказали сразу. Две недели. Или даже больше. Сказали до 16 рабочих дней. Вот так вот. Я дома жду каляку-маляку с работы. Позвонил сегодня папа. Я была в ленте. Сказал, что мамурки заканчиваются печенюхи. Сейчас буду пить печеньки. А завтра после работы завезу. Пришел Коля. Накормила. Делаю печенюшки. Я чуть не уснул. Да? Не кукарит. А я слышу, там телевизор смотришь. Я смотрел. Ладно, сейчас. Давай, полежал уже. Чудотворец. Чудотворец. Обзывается. Вот, делаю печенюшки. Коля уже полежал, подремал. И сейчас будет прикручивать ручки. Не дремал. И ты все слышишь. Вот, будет прикручивать ручки. Он обрезал. Были длинные вот эти вот, как, цыплялки. Вот эти вот. Слышите, комментатор. А кто был длинный? Вот эти вот. И туда тоже нужны ручки. И туда тоже нужны ручки. Кто? Язык длинный. А, язык длинный. Коля говорит, принимай, с тебя причитается. А я говорю, у меня нету. А Коля говорит, я тут ни при чем. Не хочешь, там убери. Ладно. Как-нибудь не сегодня. Ну классно, здорово получилось. Пиво есть? Есть. Ну все, мне больше не надо. Ну в холодильнике стоит. Все, да, я так разнуну сюда и все. Короче, Коля на пиво заработал. Вернее, не на пиво, а пиво. Во! Говорит еще, что я глупыш. Так, чем я занимаюсь еще дальше? Вспомнила, что у меня есть курочка. Сейчас ее разделаю, замариную. Завтра запеку в духовочке. Может быть даже с самого утра посмотрю по времени. Печенье у меня уже в духовке. И все, буду сейчас заканчивать. Снимать. Пойду мыть головешку. Ладно, спеку печенье, покажу печенье, потом попрощаюсь. Ну и все. Вот они печенюхи. Папа мне показывал эти же печеньки, как их делает Наташа. У нее они вот такие. Вот, наверное, в половину от моего. Поменьше плюшки. Но Лена делает сразу с размахом. В двойной порции. И вот такие здоровые. Мама ест и любит и Наташины. Коля пьет пиво. А-а-а! Вот. И маме нравятся мои тоже. Поэтому буду делать такие плюхи. Для меня это быстрее. Ну а теперь уже точно все. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.